Игроки с паспортом РФ рискуют пропустить АЕМ Котовицу. Фейс Клан снова первые. НИП подписали Алексей Би. А Дося завершает карьеру. Здарова, с тобой Серега и сразу же краткая ремарка. Победителей прошлого еженедельного розыгрыша ты можешь видеть на своем экране. А в сегодняшнем видосе я разыграю глок Дух Воды. Хочешь победить? Собирай фразу из видоса. Она по частям будет появляться в правом верхнем углу. Соберешь всю фразу, пишешь в комменты, участвуешь в розыгрыше. Поэтому досмотри видео до конца. Полистница киберспорта. С 19 сентября гражданам Российской Федерации будет запрещен въезд на территорию стран Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Получается, игроки из России рискуют пропустить ближайшее АЕМ Котовицы. А это, между прочим, как минимум Нави, ВП, OG, G2 и Клауда. Новость, конечно же, очень болезненная. Каждый воспринимает ее по-разному. Некоторые подсвечивают это дело в позитивном ключе. Торин же, на удивление, негодует. Говорит, что если для тебя это незначительная новость в CSGO, то твой мозг сломан. Конечно же, новость серьезная, но чуточку раздутая. Потому что есть несколько вариантов обхода данных запретов. Например, если у человека или его родственников есть ВНЖ, то он может посещать страны, запрещающие въезд. А также страну могут посещать диссиденты. Люди, едущие в страны по гуманитарным причинам. Также есть слухи, что в условную Польшу можно попасть через Германию. В целом, очень бы не хотелось, чтобы Нави и другие команды решили кикнуть всех игроков из Российской Федерации. А что будет дальше, пока для всех загадка. Привет, братан. Подвинься. Фейс Клан сместили Нави с первой строчки рейтинга ХЛТВ. Топ-3 неожиданно замкнула Ликвид, а Клауда и вовсе вылетели из десятки. Что можно сказать по поводу команд в первой тройке? Нави впервые за 1307 дней проиграли три игры подряд, прикинь. Последний раз это случалось при Зевсе с Эдвардом. Ты вообще помнишь таких? Да ладно, я шучу, конечно же помнишь. А если учесть, что эти матчи были бо-3, так там вообще все хуже. В прошлый раз Нави проигрывали три бо-3 матча в 2015-м. А еще групповой этап на Pro League стал худшим для Симпла с 2019-го года. В общем, пока беда какая-то. Фейсы достаточно стабильны. Очень круто дерутся на ESL Pro League. Видно, что команда еще находится не на пике формы, но к мажору должны подтянуться. ВП, конечно, в очном матче надежды подавали, но не срослось. Там G2, конечно, Гарри дали и закрыли Фейс оф 2-0. И вообще, при некоторых раскладах они рискуют не выйти из группы на EPL. Но шанс этого достаточно низкий. А главному турниру форму свою они 100% подтянут. Единственное, что могу сказать по поводу Фейс оф, то, что в Бразилии будет очень жарко. Liquid это вообще сенсация. Топ-3 команда NA здесь и сейчас. И Kinder творит чудеса. Вообще, по североамериканскому региону как-то незаметно все стало окей. Смотри сам, там Купер в Твиттере все разложил по полочкам. Североамериканская команда теперь топ-3 на HLTV. Твист сыграет в первой команде мира, поэтому можно сказать, что две NA команды в тройке лучших. У Na'Vi есть Симпл, ранее игравший в Liquid, поэтому технически Северная Америка лучший регион в мире в настоящий момент. Ну гениально же, не так ли? Умные мысли преследуют его, но... Че он в контру не играет? Мечта Симпла сбылась. Подробнее можно глянуть на этом фото. Говорит, ждал этот момент 24 года и почувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Ощущение сродни с победой на мажоре. Странно, что ни один мимодел в соцсетях не упомянул, что это версия киберспортивного Гарольда, который скрывает боль. Ну разве не похоже? Особенно это актуально после группового этапа ESL Pro League. Хотя некоторые пользователи резонно предположили, что Сани теперь не нужно покупать флешки. В общем, Симпл с семимильными шагами идет к званию киберспортивного секс-символа. Кстати, немного о сексе. Дося планирует завершить карьеру игрока. Напомню, что ранее Дося собрал стак под названием Forward Gaming, в которых команда билась на отборочных на европейский РМР. Парни тащили всю четвертую квалу, но в итоге оступились на последней ступеньке. Они уступили Gamer Legion. Последним турниром для Досяна станет московский лан, который стартует уже через несколько дней. А инсайдеры говорят о том, что на замену легенде придет 20-летний россиянин Матвей Кос Абрамов. Тоже легенда, между прочим. Алексей Би охренеть как неожиданно стал игроком НИП. В основном ростере Алексей Би заменит макароны по-плопски. Самое примечательное даже не то, что Алексей Би станет ИГЛом. Это, собственно, и так всем понятно. А то, что команда перейдет на общение на английском языке. Маньяк, например, говорит, что приход Алексей Би в НИП вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Говорит, что не слишком рад этому трансферу. Но буду рад ошибиться, говорит француз. Посмотрим. Нел также высказался о трансфере. Все еще пытаюсь понять, что делают НИП. Купить девайс, а ну по-прежнему выступать с игроками из Академии. Пригласить истак, который не говорит по-шведски. Взять Алексей Би, имея в составе Хампуса, и перейти на английский язык, сделав снайпером Реза. Ну, по-моему, тоже гениально. В целом, в моей голове ситуация выглядит примерно так. Организация подписывает долгосрочный контракт с Броланом. Все мы знаем, что он хотел говорить на шведском, а не на английском языке. Приходит Алексей Би, команда говорит на английском. И так сойдет, мужики, нормально. Хампус был ИГЛ в НИПах, теперь его роль будет выполнять Алексей Би. Получается, Хампусу нужно будет теперь настреливать больше. Такой резкий переход, без сопутствующих на то причин, в принципе, может сыграть злую шутку над командой. Вот я тут задумался, но если НИПы собираются строить интернациональный состав в будущем, то может быть и прокнет. Эстага брали на АВИК, он играет с Рифлой. Рез был Рифлой, а станет АВИКом. В общем, если делать глобальный выбор, то все эти движухи в НИП выглядят очень странно. А менеджмент НИПов совершенно случайно не учился на одном факультете с менеджментом G2. А? Полесница киберспорта. Бумыч возвращается в КСГО. Кирюха сначала в своей телеге намекнул на возвращение. Он опубликовал видос с припиской «Скоро увидимся». А уже через некоторое время все стало на свои места. Выяснилось, что скоро будет Лан, на котором будет играть Досян, я раньше рассказывал. И там будет играть Бумыч. Да не с кем-с кем, а с Бустером. Команда, как ты думаешь, будет называться? Конечно же, Бебра. Что примечательно, Бумыч отыграл 33 часа за последние... Барабанная дробь. Четыре... Четыре месяца. Вот так. На самом деле, если по факту шансов вернуться в большую игру, а не на фановые турики у Кирюхи, с каждым днем все меньше. Например, в сети ходит информация, что он отклонял абсолютно все предложения от серьезных команд, которые у него только были. Соответственно, нормальной игровой практики в ближайшее время у него не будет. Поэтому мне лично кажется, чтобы долго не размазывать, что Кирюха будет писать музло, хайпить, 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 хайпить... И завис немного. И будет кататься стримерами. Мне бы безумно хотелось бы видеть его на мажоре, но, к сожалению, шансы с каждым днем все меньше и меньше. Слово о мажоре. Бласт проведет весенний мажор по CSGO. Это дело планируется в 2023 году. Если точнее, с 8 по 21 мая во Франции. Чтобы ты понимал, шанс у Бласта на проведение мажора выпал в первый раз. И я уверен, что это на 1000% будет легенд... Подожди, подожди. Дарна. Легендарна. У Бласта всегда был нереальный продакшен. Они никогда не жалеют денег на контент. И мне кажется, что если представится гипотетическая ситуация, уйти в минус, но сделать офигительную историю, мне лично кажется, повторюсь, они это сделают. Если все сложится, то мы увидим лучший мажор. Как минимум с точки зрения продакшена и организации. Вот еще что вспомнил. Перед выборами во Франции, нынешний президент Макрон несколько раз заявлял, что хочет провести мажор по CSGO или DOTI в своей стране. Также президент встречался с представителями киберспорта. Получается, теперь ждем выход Эммануэля на сцену на Бласти в 2023 году. На чем было бы хайпово. Когда на мажор выйдем, тогда и поговорим. Абердрайв сообщает, что Эллен покинет Энтропик. Мы уже с тобой это обсуждали в прошлом видосе. К сожалению, история Энтропик в этом составе подходит к концу. Уверен, что Леша, когда найдет новую команду, будет жарить так же, как жарил в прошлые годы. Это не обсуждается и сомнений в этом нет. А вот по составу Энтропик не все так однозначно. Что-то мне подсказывает, что это не последняя замена. А там поживем увидим. Очень полезная вопрос. Монеси обнаружил очередной баг. Он смог встать на невидимую текстуру на карте Эншен. В общем, Монеси опять читерит, а участники англоязычной студии аналитики ESL Pro League в данном случае опять негодуют. В матче против Мибор он показывает это, если ты не видел. Не знаю, как он это делает, но уверен с точностью, что Монеси сейчас можно называть королем багов. Сначала баг с дымом на мираж, теперь это. Ну, в общем, ждем реакцию от комьюнити. И завершу, пожалуй, цитатой Монеси. Кто такой Хукси? Для слепых он зрение, для голодающих шеф-повар, для страдающих от жажды вода. Если Хукси думает, я соглашаюсь. Если говорит, я слушаю. Если у Хукси есть лишь один фанат, то это я. А если их нет, значит я вовсе не существую. Кстати, Монеси было 12 лет, когда G2 последний раз брали турнир. Подпишись!